здравствуйте дорогие друзья в эфире студия репортер меня зовут дмитрий романов и сегодня у нас в гостях дмитрий богомолов здравствуйте дмитрий на правах ведущего хочу задать вам первый вопрос расскажите дмитрий вы родились в одессе учились в академии пищевых технологий и по специальности инженер-механик но мы знаем что по своей специальности вы не проработали ни дня вместо этого вы стали стендап комиком и по вашим словам получили этот диплом когда не родителям не жалеете ли что не поработали ни дня именно инженер-механиком и возможно ли работа стендап комиком это и есть своего рода инженер-механик только юмора все верно все верно я не работал ни дня по своей специальности участие институте уже на первом курсе я начал заниматься квнами понял что мне это ближе чем механические всякие штуки поэтому и занимаюсь своим делом и можно сказать что я инженер механик из сферы юмора с первого ли дня вот в юморе в команде кв начали писать тоже шутки для команды как сценарист как автор да я сразу же начал писать и это больше мое предназначение писать нежели играть поэтому я сразу начал писать и так дальше развивал всю эту историю с писаниной в команде потом в дуэте и потом осмелился выступать сам и начал выступать сам а вот специфика выступления стендап комика подразумевает то что вы рассказываете истории своей жизни делитесь своим окружением своими эмоциями то что пропускаете через себя какие ну вы выбираете свой стиль свой определенную свою определенную подачу но при этом выходите за рамки вот как очень так артистично на самом деле как выбираете и темы и сопровождение тяжело ответить наверное просто думаю что мне близко и что будет близко людям и шучу на такие темы которые мне нравится насколько импровизация играет решающую роль в стендапе когда продуманный текст забываешь и ну необходимо доставать из багажа свои знания заготовлены нам это заготовленный текст но на живом выступлении если это не не телесъемка где-то выступление в клубе то какой-то процент импровизации конечно присутствует я могу пообщаться со зрителями могу где-то что-то вставить от себя как-то прокомментировать свое выступление сам же расскажите о своей карьере как сейчас она развивается я знаю вас сейчас небольшой такой творческий скажем так творческая пауза то есть не вы из большого телевизора сейчас на время ушли в себя для того чтобы заготовить какой-то новый плацдарм все верно я полгода уходил из большого телевизора но на полгода уходил и в большом телевизоре этого не сильно заметили потому что я сейчас снялся еще в пару выпусках их скоро покажут по большому телевизору но полгода я отдыхал и полгода набирался впечатление сил потому что это очень тяжелое дело писать юмор в таком количестве в таком бешеным ритме и в таком потоке поэтому я взял паузу что-то переосмыслить для себя сейчас я уже отдохнула вернулся из большого путешествия в которой ездил вместе с женой и начал писать новый материал и начал активно выступать снова именно сейчас вы испробуйте такое очень новые и очень интересные в плане новизны стиль это видеоблоги это на самом деле другая аудитория и я считаю за этим вообще будущее но у вас такие очень важные темы вы поднимаете как стремление становиться лучше как медитации как равновесие чтобы был благодарность вот расскажите потом как много вы всего читаете она я уходила в творческую паузу мне нужно было чем-то себя занять я очень много читал книг интересных по саморазвитию по самосовершенствованию много смотрел видео посещал какие-то тренинги и что-то из того что я почерпнул я в своем видеоблоге рассказываю зрителям мне кажется там полезные знания которыми стоит поделиться с людьми сейчас вернувшись обратно в юмор я на время свой блог приостановил вы я к нему вернусь через какое-то время опять а вот вы не хотите перенести этот юмор еще и в блог тоже или здесь более серьезно это очень сложно очень сложно совместить серьезное с юмором я все-таки стараюсь больше по юмористической деятельности поэтому сейчас может юморе я что-то привнесу от того что я говорил серьезно мы знаем что вы выросли в одессе в коммунальной квартире правда ли это расскажите про детство сегодня был в коммунальной квартире к сожалению что изменилось с ней весьма грустные события с коммунальной квартиры мы там соседом много лет делим общую территорию суды там ну да все такие дела и сейчас вот сосед на своей территории сделал ремонт и сдает и я вот сейчас приехал тоже собираюсь начать ремонт на своей территории тоже сдавать выросли в коммунальной квартире это конечно оставляет определенный отпечаток на любом человеке который вырос коммунальной квартире это дает некий настрой по жизни и многие вещи в жизни мне не страшно потому что вот на самом деле вот эта атмосфера колорит и окружение насколько повлияло на то что вам захотелось уйти в юмор вот такого возраста начали повлияло очень сильно непосредственно выступать с юмором я начал с первого курса института 16 лет но все это окружение вся эта коммунальная квартира детства на меня сильно повлияло потому что именно поэтому я думаю я начал шутить потом уже живя в других местах живя не в одессе я понимаю что со временем это одесская нотка этот витилек он немного тускнеет и надо приезжать его здесь подпитывать насколько выступления в квн в командах в таких как республика шкид как работа в дуэтах и в известных проектах в различных насколько вот сейчас когда вы занимаетесь больше стендапом чувствуется ли иногда нехватка вот разного юмора нехватки не чувствуется мне нравится заниматься стендапом не так легко пишется шутки для стендапа может быть какие-то стиле юмора другие как в этом команда там можно полегче что-то придумать здесь приходится поднапрячься мы знаем и всех сразу приглашаем на ваше выступление которое состоится 11 ноября в сталь канат арт не так часто можно увидеть в живую одесского стендап комика в одессе и очень редко даже можно увидеть друзья поэтому все приходите я буквально выступаю за прошедшие пять лет я выступаю может сказать третий раз в одессе расскажите может быть так приоткройте немножко занавес какие темы хотя бы будут чтобы люди подготовили себя морально темы будут всевозможные все что касается каждого что что касается нашей жизни люди и готовьтесь морально любые темы которые вам интересны я думаю будут затронуты возвращаясь к вашему видеоблогу и видим что вы записываете такие видео где открываете для себя какие-то новые стороны например первый паражок пришел прыжок с парашютом например ну просто путешествие как в каких странах успели побывать за это время какие эмоции сейчас накопили ну что это все багаж знаний который поможет вам в юморе багаж невероятный я побывал во многих странах я начал с индии потом отправился в непал дальше посетил великобританию соединенные штаты америки и потом вернулся обратно на восток в индонезию и после индонезии вернуться обратно домой легко ли без юмора смотреть теперь на наше состояние вот в снг после такой поездки ну нормально нормально нам а вот в плане ну вот честно говоря одну из шуток ваших хочется сейчас привести в пример это когда вы сказали что приходя в больницу необходимо надеть бахилы а эти бахилы платные как как ну вот и по после этого вы почитали просто этот бахила оборот на самом деле ведь все шутки они складываются просто из жизни из жизни конечно поэтому как вы записываете их сразу или запоминаете потом раскручиваете сразу я записываю какие-то события которые происходят жизни я там был там в больнице сходил там погулял кушал в кафе что-то там забавное произошло это основа как бы для шутки а потом нужно придумать саму шутку то есть забавные моменты жизни они всегда есть они вокруг но саму шутку именно чтобы прямо стало смешно нужно всегда постараться да придумать то есть основа всегда шутки правдиво а вот сама шутка в конце она придумана как какие у вас планы стремления чего хотите достичь может быть какие-то личные проекты какой-то новый жанр может быть пока я хочу продолжать развиваться в жанре стендап писать больше нового материала сниматься на телевизоре приезжать домой в одессу с большими концертами не только в сталь каната арт но и может быть где-то там мускомедии где-то еще и свое шоу конечно тоже интересно но пока я к этому еще не готов я может готов но пока еще не хочу если сравнить конечно я понимаю это сложное сравнение но все-таки юмор у нас в украине за границей в россии как по проектам что осталось общего какие сейчас в какие разные стороны жанры развиваются на самом деле юмор везде один и тот же либо смешной либо нет просто где-то чуть более высокие требования к качеству юмору плотности шуток на единицу времени где-то эти требования более низкие то есть нужно стремиться к тому чтобы шуток на единицу времени было побольше следите ли вы за новыми одесскими коллективами общаетесь ли с со старыми своими партнерами по командам я общаюсь со всеми ребятами с кем я вместе играл в воен в одессе за новыми коллективами не особо слежу как-то не складывается но я думаю наверняка есть коллективы хорошие в одессе в украине ну вот и просто интересно что что в одессе как изменился город после вас сильно изменилось на мой взгляд я приезжаю сюда редко где-то раз в полгода и последнее время чувствуется что сюда переехала много людей из других регионов и в целом одесса теряет свою как сказать вот тут уже которая уникальность было изначально и превращается к сожалению немного в сторону такого обычного города но мы с этим ничего не не можем поделать реальность такого что так происходит и к сожалению то что мне еще не нравится что происходит в одессе это вот эти вот беспорядочные застройки города такими домами которые не сильно способствуют формированию исторического изначально не подходит по архитектуре подходит по архитектуре хотелось бы чтобы приятно что вы обращаете внимание на такие вещи обращаю конечно не хотела бы чтобы такого было но если мы можем это повлиять было бы здорово но как повлиять на это я не знаю вы тут на телевидении наверное больше знаете чем я а в целом в целом я всегда рад приезжать в одессу и всегда рад что здесь все хорошо большое вам спасибо что приезжайте и и пришли к нам сегодня в студию и приезжайте в одессу и хочется пожелать вам дальнейших успехов вашей карьере чтобы новые шутки все больше и больше захватывали все больше аудитории ну у вас это правда получается и всех мы еще раз приглашаем 11 ноября столько на тарт на выступление одесского стендап стендап комика и юмориста да и актера на самом деле дмитрия романова спасибо большое вам что пригласили всем удачи друзья увидимся на концерте и просто на улице города всем счастливо до свидания до новых встреч спасибо вы смотрели программу студия репортер меня зовут дмитрий богомолов оставайтесь с нами